Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня важнейшее видео про зрение. От чего же портится зрение? Каковы тому причины? Как восстановить зрение без очков и операций? И почему очки только портят зрение? Я расскажу и о необходимых упражнениях для восстановления зрения, о витаминах, минералах, других добавках, о продуктах, какие нужно есть для восстановления зрения. А также дам советы старых советских врачей на эту тему. Часто в своих видео я поднимаю очень важные темы не только по здоровью, но и социально-общественно значимые. И они почти всегда неразрывно связаны друг с другом. Сегодняшняя лекция тому подтверждение. Впрочем, судите сами. Вначале буквально пару слов о терминологиях, о значениях тех или иных слов, терминов, состоянии, зрения, собственно говоря, чтобы вы могли понимать, что зачем и почему. То есть, другими словами, как все это работает, это же нужно знать. А проблем почти у всех людей со зрением всего две. Итак, первое. Это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Все это нарушение в работе глазодвигательных мышц. Глазодвигательные мышцы – это мышцы, участвующие в поворотах глаз. Расположены они внутри глазницы и крепятся к глазному яблоку. При их сокращении глазное яблоко поворачивается, направляя взгляд в соответствующую сторону. Либо есть вторая причина – макулодистрофия. Это общее название группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза. И нарушается центральное зрение. В основе макулодистрофии лежит патология сосудов и ишемия. То есть, нарушение питания центральной зоны сетчатки, которое и отвечает за центральное зрение. Итак, проблемы у 99,09% людей всегда только эти две. Первое – в результате нарушения работы глазодвигательных мышц. И тогда я советую, кстати, смотреть лекции Владимира Георгиевича Жданова о работе глазодвигательных мышц и выполнять те упражнения, которые помогут однозначно. Если вы, конечно, не будете лениться их выполнять. Впрочем, в конце этого видео я дам вам еще более простые, доступные для каждого человека упражнения, направленные на укрепление и восстановление зрения. Ну и вторая причина – недостаток из пищи поступаемых питательных веществ, нужных для хорошего зрения. Это и витамины, и минералы, и жирные кислоты. Но об этом я подробнее вам поясню чуть далее. Важно также понимать, что часто бывают обе эти проблемы, которые друг друга только усугубляют. Внимание, дорогие товарищи! Очки делают ваше зрение, ваши глаза зависимыми от этих очков. И при ношении очков, если вы не измените те причины, первопричины, которые привели вас к плохому зрению, то зрение ваше будет ухудшаться все больше и больше. И об этом совершенно верно и справедливо говорил тот же Жданов, разбирая физику и механику данного вопроса. Я сейчас, разумеется, не буду вам пояснять физику, биологию и биохимию данного вопроса, но вот то, что вам точно нужно знать – это следующее. Прозрачная часть глазного яблока называется роговицей. Свет проходит через нее и через хрусталик. И от формы хрусталика зависит фокусирование на те или иные объекты – ближние и дальние. То есть идет понимание, на каком расстоянии находятся предметы – близко или далеко. Хрусталиком управляет целлярная мышца. Если она сокращается, то вы видите то, что находится вблизи вас. Если вы видите плохо то, что находится вблизи вас, то у вас однозначно есть проблема с этой мышцей. Она сильно сокращена и плохо расслаблена. То есть сильно сокращается и плохо расслабляется. Или находится постоянно в чрезмерно сокращенном состоянии. Почему это происходит? Просто тренировка у вас, к сожалению, такая. Я далее поясню, в чем суть, вы поймете это однозначно. А если у вас целлярная мышца расслаблена, то вы хорошо при этом видите вдаль. Ну, то есть хорошо видите то, что находится вдали от вас. И вот такое естественное сокращение, расслабление целлярной мышцы происходит у здоровых людей постоянно. И это нормально. Но только тогда и пока человек живет и находится на природе. Пока он живет в естественной среде обитания, то есть на земле. Потому что, живя на природе, на земле, человек занимается разным трудом. Ну и говоря о зрении, он рассматривает объекты вблизи и далеко находящиеся от себя. Это и облака, и звезды, и рассветы, и закаты, и, как говорится, реки и моря, смотря где он живет. И вершины гор, и леса, и поля, и равнины. А если что-то мастерит, ведет хозяйство, ведет какой-то труд на земле, у себя в мастерской, неважно. Он смотрит вблизи, смотрит на предметы, тренирует так называемое микроскопическое зрение. Если такой труд, такой образ жизни находится в гармонии, человек имеет хорошее зрение до конца своих дней. Конечно, если он только из пищи, которую выращивает, либо покупает, получает все необходимые для этого питательные вещества, необходимые для хорошего зрения. Но современные люди, к сожалению, сидят по домам, в офисах, у компьютеров, у телевизоров. Дети уже не бегают по дворам и не играют в лапту, в разведчиков. Они почти все уже со смартфонами сидят, ходят, ездят, передвигаются. Сидят в кафе и общаются друг с другом через смартфоны. Как вы думаете, это хорошая тренировка для зрения? Ну, не говоря уже обо всем остальном. Вот скажите сами себе, вы давно рассматривали, скажем, шишки на макушках елей? Или сажали плодовые сады, измеряя, натягивая ниточки, шнурочки, измеряя перепады высот на глаз? Давно у вас не было такой необходимой зарядки для глаз, для зрения? Да, и раньше, и в прошлые века была проблема со зрением. Но только у тех, кто вел специфический труд, например, не разнообразный, сбалансированный, а, скажем, мастеровые, которые чинили, например, часы или обувь, или у писчиков-писарей, конторских служащих, кто занимался бумагами. И весь его трудовой день проходил за этим занятием. А тем более при лучине, при тусклых экономе на этом свечах и так далее. Но когда наступила эпоха массового чтения, ну, это при советской власти, конечно, то тогда массовое стало портиться зрение, потому что люди взахлёб стали читать книги, меньше быть на улице, на природе. Ну, и работа, как правило, была уже связана, особенно в городах, всё-таки не с фокусированием постоянным зрения на ближних и дальних объектах, как это было бы в естественной среде обитания на земле. Шли годы, и вот уже 60-е и 70-е годы с массовым распространением телевизоров. И тут всё полетело, как снежный ком. Старые советские врачи предупреждали, что категорически нельзя маленьким детям проводить у телевизоров более 15 минут в день. Поэтому и спокойной ночи, малыши, шло, по-моему, там 10 минут, если я не ошибаюсь, но не более 15. Ну, а подросткам не более часа, полутора часов в день, ну, собственно, как шли примерно фильмы, демонстрируемые по телевидению в советское время. Кстати, в том числе и по этой причине я теперь под каждым своим последним видео даю ссылочки на аудиоверсии моих лекций, для того, чтобы вы могли сберечь своё зрение так удобнее, опять-таки экономия времени, что-то делаете, едете в машине, в метро куда-то на работу, и слушаете спокойно мои лекции. Это также поможет сберечь ваше зрение. Если ваш ребёнок что-то пишет или рисует, или изучает какой-то предмет по книге, уткнувшись головой в тетрадь или в учебник, это уже проблема. Не допускайте этого. Обязательно нужно держать дистанцию. Кстати, конторки, за которыми пишут дети стоя и писали так до революции, очень хороши для того, чтобы была хорошая осанка и костно-мышечная система правильно формировалась, но об этом будет моё отдельное видео. Кстати, напишите в комментариях, стоит об этом мне снять видео или нет смысла. Да, если сейчас всех детей переведут на дистанционное обучение и надолго, то это будет огромная проблема, в том числе связанная с ухудшением зрения. Да, и я попрошу вас, если видео уже вам нравится, сейчас прям поставьте лайк, поддержите мой канал. Кстати, перекидывайте, давайте вот эти репосты знакомым, друзьям, близким, чтобы они тоже могли узнать эту информацию. По крайней мере, это важно, мне кажется, для каждого. Ну и помогите и мне, и вам, и вашим близким этим самым. Только обоюдная польза. Ну а мне это будет стимулом для выпуска новых интересных видео. Подчеркну для тех, кто не понял. Если вы смотрите телевизор и смотрите программу о природе, пейзаже, то тем не менее вы видите плоскость, а не перспективу, не глубину. И вы не можете фокусироваться перед ближнерасположенными, дальнерасположенными объектами. Это все равно плоскость, и это формирует проблему с напряжением определенных групп мышц и нерасслаблением других. Проводя весь день за компьютером, целиарные и другие виды мышц просто деформируются, деградируют. Причем до такой степени, что очки будут нужны непременно. Ну а если вы не измените и далее свое отношение к миру, к жизни, к просмотру телевидения, то тогда свои очки будете менять на более сильные диоптрии, и далее так по нарастающей, до определенного, конечно, предела. Ну и возникает вопрос, что же делать, если вы хотите вернуть себе зрение, укрепить, и чтобы это зрение больше не падало, не разрушалось. Больше гуляйте, трудитесь на природе. Смотрите на леса, поля, озера, реки, на природу. Фокусируйте свое зрение на разно удаленных объектах попеременно. Смотрите вдаль, наводите резкость, насколько это получится у вас сделать. Фокусируйтесь на определенных и отдельно стоящих поодаль от вас предметах. Потом переведите свой взор на ближние объекты, рассмотрите их внимательно. Хотя бы два раза в день, по 20-30 минут тренируйтесь таким образом. Заодно это прогулка на свежем воздухе, заодно это и физзарядка, необходимая в любом случае. А тут, как говорится, и одно, и другое только в плюс пойдет. Чуть дальше я вам дам посильные упражнения, которые позволят вам улучшить зрение. Эти упражнения помогут снять напряжение с мышц и улучшить зрение. Расслабить чрезмерно напряженные глазодвигательные мышцы. Ведь мышцы приходят в нормальное рабочее состояние, не только когда они напрягаются, но и когда они расслабляются. Это необходимо. А в очках, дорогие друзья, они не расслабляются никогда. Вы просто лучше видите. Но как было напряжение мышц определенных, так оно и остается. Помните, у компьютера целярная мышца всегда напряжена. Вам сложно, трудно, лень заставить себя заниматься этими простыми упражнениями. Тогда просто нет слов. Тогда вспомните мересьево хотя бы и устыдитесь. Итак, подведем итог и перейдем к витаминам и упражнениям. Отчего ухудшается зрение? Из-за большого количества сахара, простых углеводов, глюкозы, фруктозы и, конечно, инсулинорезистентности, которые всегда возникают при большом потреблении сладкого, то есть сахаров и повышенном количестве инсулина в крови. Об этом у меня несколько моих видео есть последних. Обязательно их посмотрите. Из-за кофе, из-за недосыпа, из-за стрессов, из-за вредных химических веществ в быту, из-за различных фенолов, формальдегидов, фанери, USB и других строительных материалов. Разумеется, из-за длительного просмотра телевизоров, компьютеров, смартфонов. Из-за всего того, что я говорил вам выше. Ну и, конечно, из-за дефицитов важных питательных веществ. А из-за чего будет обязательно зрение улучшаться? Важнейшими компонентами для качественного резкого зрения являются витамин А, витамин Е и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. В концентрированном виде они есть в хлореле и спирулине. Непременно рекомендую по очень многим причинам, в том числе для восстановления зрения, потреблять хлорелу и спирулину. Все ссылочки будут под видео. Для остроты зрения очень важен микроэлемент цинк. Непременно видео про этот микроэлемент посмотрите у меня на канале. Что я порекомендую из продуктов питания в плане зрения? Ну, во-первых, это качественные куриные яичные желтки. Посмотрите мое видео про яйца. Не все так просто. Важно, чтобы эти яйца, желтки были от кур свободного выпаса из птицефабрик. Петрушка, другая любая зелень, морковь, семена укропа, тыква, черника, безусловно, и дикая голубика. Черноплодная рябина, черная смородина. Это очень полезные ягоды для зрения. Конечно же, клюква и брусника. Особо хочу подчеркнуть проростки брокколи. Непременно вот это видео про брокколи посмотрите. И в конце я там рассказываю про то, как правильно проращивать, состригать вот эту микрозелень и как ее есть, вот именно проростков брокколи. Тут вам будет и антиоксидантная защита, и противораковая, и против повышенного давления и так далее, и так далее. Очень важный компонент. Из трав я порекомендую очанку, анис, чабрец, листья смородины, семена укропа. Очень рекомендую вам в свой рацион ввести дегидрокварцетин, вот этот мощнейший биофлавоноид. Видео обязательно посмотрите мое, поймете зачем. И, конечно же, куркуму с черным перцем. Опять-таки, видео у меня есть, поймете нюансы. Ну и, конечно же, зрение будет улучшаться из-за потребления сморчков. Есть препарат для зрения, так и называется гриб-сморчок. Но это определенные полисахариды и другие вещества, добытые лабораторным путем из этого гриба. Издревле нашим предкам были известны лечебные свойства сморчков. Не путайте со строчками. Строчки тоже обладают лечебными свойствами, но для лечения суставов. Безусловно, водородная вода как мощнейшее антиоксидантное средство. Посмотрите хотя бы два моих видео про физико-химические свойства воды, где телевидение у меня в гостях было, снимало. И вот видео у меня это осталось, на мою камеру записано. И, конечно же, вот про этот прибор Аквапен, персональный генератор водорода и свободных электронов. В чем суть, посмотрите, если, конечно, захотите эти видео просмотреть. Дорогие друзья, обратите внимание на огневку Макси. В ней уникальный состав для восстановления зрения. Обязательно прочтите этот состав на сайте. Перейдите по ссылочке, посмотрите, какие травы туда входят и какие свойства имеют эти травы. А уникальная комбинация этих трав позволит вам другие травы уже просто не применять. Если вам так проще, потому что, конечно, можно подобрать травы, я об этом уже говорил, делать из них отвары, напары. Но, тем не менее, все-таки это не уже профессионально будет подготовленный состав. Тем более, с такими видами трав, с такими комбинациями, которые вы сами сделать не сможете. И еще очень два важных продукта для улучшения зрения. Это перга, конечно же, и маточное молочко. Но, безусловно, упражнения, которые показывает, которым учат Жданов, я рекомендую. Ну, а теперь обещанная от меня зарядка для глаз. Простая, непринужденная. Каждый может это делать, если не будет лениться. Результаты будут непременно. А если вы будете еще и поставлять свой организм нужные для зрения питательные вещества, то результат не заставит себя ждать, безусловно. Все эти виды упражнений, о которых я вам сейчас расскажу и покажу, применяйте примерно по 2 минуты 2-3 раза в день, циклами. Первое – это моргание. Между морганиями пауза 2-3 секунды. То есть, ну, вот так. Второе – это повороты головы, глядя неподвижно в одну точку, находящуюся вдали от вас. Ну, понятно. А теперь повороты головы вверх и вниз. Вот таким образом. Теперь нужно немножко расслабиться. Закройте глаза, опустите веки и сосредоточьтесь на расслаблении век. Напоминаю, все по 2 минуты. Теперь следующее упражнение. Без повороты головы, просто глазами плавно начинаете смотреть максимум налево, а потом постепенно плавно до максимума направо. Вот таким образом. Плавно, постепенно. Я, как говорится, для экономии времени делаю это просто быстрее, чем надо. Следующее упражнение делайте как бы восьмерку, ну, либо круг, описывая глазами голову прямо и вот таким образом. Либо восьмерку, либо круг налево, а потом направо. Теперь спокойное упражнение. На 3-5 секунд открываете и закрываете глаза. То есть закрыли, 3-5 секунд прошло, открыли и так далее. Общее правило все не менее 10-15 повторений. Ну, так и уйдет примерно по 2 минуты на каждое из упражнений. Такие циклы делаете 3 раза в день. Также очень важное упражнение это массаж висков. Ну, вот таким вот образом. Можно еще как бы подтягивать и растягивать вот такими движениями. Вот так вот массировать. Тоже минуты две. Находясь в природе, на даче, неважно, или даже дома, в квартире, поставьте два предмета. Скажем, один на расстоянии метра от себя, а второй на расстоянии 3-4. И фокусируйте попеременно зрение на ближнем предмете, а потом на дальнем. На ближнем и на дальнем по 3-5 секунд. Таким образом 2-3 минуты. Это дополнительное, но очень важное упражнение. Стоит и его применять. И вот что еще. У раковины, либо где угодно поставив два тазика, один с холодной, другой с более теплой, но не горячей, но теплой водой, грейте руки и влажными руками как бы умываетесь. Ну, естественно, глаза будут закрыты, а вы этими теплыми влажными руками, сначала теплыми, а потом холодными, держите примерно на глазах, вот так вот чуть-чуть потирая их, так плавно-плавно массируя по 15-20 секунд. То холодной водой, то теплой, то холодной, то теплой. Примерно 10 таких подходов. И это будет очень хорошая зарядка для микрокапилляров и для сетчатки глаз. Есть разные проблемы со зрением, обо всех не рассказать, но под видео будут даны ссылки на общее укрепление зрения и на три отдельных проблемы, связанных с болезнями глаз. Можете посмотреть, перейдя по ссылкам. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, все. Единственное в завершении, перед своим прощанием с вами, я зачитаю одно письмо, почему-то вот захотел его зачитать именно сейчас. Ну, собственно, я и получил его буквально прямо только что. Любовь Антошина пишет, Юрий Андреевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, про корень солодки. Елена Малышева в своей программе «Жить здорово» говорила об этом корне, как об опасном, что он имеет в своем составе вещество, чуть ли не растворяющие мышцы, плохо влияющие на сердце, которое может привести к летальному исходу. Что, мол, вы об этом можете сказать? У меня, честно говоря, просто нет слов. Но в своем видео, а я скоро такое выпущу, давно не выпускал новые серии, где я отвечаю на вопросы. Так и называется «Ответы на вопросы». Так вот, я и об этом тоже кое-что поясню. Ну, если вы захотите, конечно, кстати, напишите, стоит ли об этом пару слов сказать. И что вы, кстати, сами думаете о том, что было известно, скажем, нашим предкам столетия, чему учила настоящая традиционная народная медицина, и что же говорит, и зачем, кстати, Малышева, дискредитируя рабочие, натуральные, природные, действенные средства. На этом все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия, благополучия. Ну и еще раз скажу. Поставьте лайк, пальчик вверх, если вам понравилось данное видео. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Естественно, нажмите рядом на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. И пошлите, пожалуйста, мое видео, вот это видео хотя бы, друзьям, знакомым, поделитесь в соцсетях, репосты сделайте, чтобы мое видео продвигалось, и у меня был смысл, стимул делать новые видео, естественно, которые я мог бы делать в виде инфопродуктов, как раньше делал, платными, а сейчас делаю почти все. Ну, не то, что почти, года-то два подряд точно бесплатными. Надеюсь, вы это оцените. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.